Друзья, всем привет! Мы с вами в пробе вечером. Вот как вечером выглядит подсветка дома, хочу показать. Хотя дома еще не совсем доделан, но все фонарики уже висят, и вот эта красивая картинка у нас с вами уже присутствует. Так что давайте посмотрим и обсудим еще какие варианты фасадной подсветки вообще возможны, ну, по крайней мере, вкратце. На этом объекте заказчица решила не использовать подсветку в свесах крыши, потому что иногда мы делаем фонарики в свесах, а использовать только фасадные светильнички вот такие двунаправленные, там две лампочки вверх и вниз. Примерно так это все у нас в темноте освещает стены, освещает, в принципе, и пространство вокруг дома тоже. Пока еще не совсем ночь, но уже глубокие сумерки, практически темно. Вы, пожалуйста, не обращайте внимания на то, что у нас есть местами недоделки, просто оказался тут в такое темное время, я решил не упускать возможности обойти дом вокруг и показать вам работу фасадной подсветки. Ну и основные варианты, которые на наших объектах применяются, это либо вот такие же фонари, либо похожие. Есть такие, у которых регулируется ширина пучка света, там такие вроде шторок внутри конструкции корпуса фонаря. Здесь такой конструкции нет, поэтому они все светят одинаково и равномерно. Регулировать их можно только путем покупки каких-то других лампочек другой мощности. Соответственно, эта часть пока в темноте, но там, в принципе, есть подсветка на террасе, про это мы сейчас говорить не будем. А вот тут тоже на стене два фонарика висят. Вот так вот у нас в темное время суток красиво и мягко освещаются стены. Есть еще в этом доме два прожектора. Это мощный источник света, который освещает уже не дом, а участок. Включается отдельно. Ну а такая вот дежурная подсветка весьма, мне кажется, приятная. Как фонарь выглядит в выключенном состоянии я уже вам показывал в прошлом, позапрошлом или позапозапрошлом ролике, в каком-то из них, не помню. А сейчас тут у нас вариант чисто декоративной фасадной подсветки. Ну вот я со всех сторон дом постарался обойти. Поэтому, если кто-то размышляет на тему, как лучше сделать подсветку своего дома, выбирайте между таким вариантом, либо вариантом подсветки в свесах крыши. Честно, не могу сказать, что лучше. Они оба хорошие. Просто каждый хорош по-своему. Можно в комментариях написать ваше мнение относительно такого выбора освещения. И, может быть, кто-то поделится какими-нибудь видеофотографиями своего дома тоже вечером-ночью, как это смотрится. Ну а я, если к этой теме есть какой-то интерес, наших потенциальных заказчиков, ну или просто у подписчиков канала, могу постараться доехать до какого-нибудь из объектов, где подсветка уже сделана по другому принципу и тоже показать вот в таком же примерно режиме, как она вечером светит, насколько это отличается от такого режима освещения, как выбран тут. На крыльце дополнительно еще в потолке два светильника точечных. Вот так вот они освещают здесь всю преддверную зону. Ступеньки освещают. Будущие ступени пока нет. Ну и вот, насколько я понимаю, этот выключатель у нас выключает сразу все. И здесь, и здесь. Вот так вот это у нас работает. А выключатель, который был на фасаде, с другой стороны, включает и выключает подсветку. Наверное, прожектор включает и выключает. Да, вот этот мощный прожектор начал лупить. Он, соответственно, сейчас освещает всю территорию. Впоследствии старый маленький домик, наверное, будет демонтирован. Поэтому здесь будет парковка, еще что-то. Ну а пока вот так вот. И давайте посмотрим еще раз, как дом выглядит без подсветки. Для сравнения, опять же, сейчас участок освещает только лишь уличный фонарь, который стоит за забором. Ну и, конечно, смотрится без подсветки гораздо более мрачно. Я думаю, со мной все согласятся. Ну, на этом все, друзья. Что касалось подсветки и вообще вечера на стройке, больше показывать пока нечего. Может быть, потом, когда уже заделаем полностью цоколь и представится возможность оказаться тут снова вечерком. Покажу, как в готовом виде поменялось ли что или нет. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и пока.